Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. В этом видео из серии уроков «Как сделать хорошее фото на сотовый телефон» мы поговорим об экспозиции. Экспозиция – это то количество света, которое попадает на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Что в телефоне, что в фотоаппарате. Фотоэкспозиция определяется тремя параметрами. Это чувствительность, выдержка и диафрагма. Если в фотоаппарате эти три параметра можно менять, то телефон предназначен для другого. Он совмещает в себе функции связи и какую-то часть возможностей фотоаппарата. Поэтому эти функции по изменению экспозиции они упрощены. И мы можем менять чувствительность, а выдержка и диафрагма, к сожалению, выведены из возможностей ручного управления. И для них предназначены специальные режимы, которые жестко зафиксированы в аппарате. И об этом мы будем говорить дальше. Чтобы изменить экспозицию, мы переходим, как обычно, в основное меню. Первый же сегмент этого меню предназначен для изменения экспозиции. Очень легкое управление, когда нажав на плюсик-минус, мы попадаем сразу же в возможность изменения экспозиции. Если мы устанавливаем минимальный размер, то наше изображение будет очень сильно затемнено. Если мы переводим значение экспозиции в максимум, то изображение будет засвеченным. Если на обычной картинке, вот на такой как бы непонятно, для чего это делается, то в пейзажной съемке, при том, что мы не можем изменить диафрагму, не можем уменьшить количество света, которое мы получаем на нашу светочувствительную матрицу, мы можем менять это количество освещенностей за счет того, что мы меняем значение экспозиции. При минимуме у меня получается очень четко видное небо, яркое, голубое, но абсолютно не видно сам пейзаж. Он затемнен. Если же я устанавливаю ноль, как если бы я его хотела сфотографировать в обычном положении, то видно, что пейзаж очень хорошо виден, в то же время небо совершенно засвечено, оно белое, вообще его не видно. И если я пытаюсь увеличить экспозицию еще больше, чтобы подсветить какие-то фрагменты, которые у меня здесь на земле, то видно, что фотография становится вообще абсолютно белой, и практически я буду четко видеть то, что у меня происходит внизу, но небо засвечено. Поэтому параметр экспозиции, он в принципе сродни той функции, которая называется режим измерения. Потому что в данном случае, меняя режим измерения, мы меняем возможность фотоаппарата оценить падающий поток на наше изображение, исходя из формулы, которую мы применяем при разных режимах. Так как телефон более автоматизированное средство для создания фотографий, то его алгоритмы более настроены на автоматическое управление, чем на ручное. Поэтому он сам анализирует, какую ему поставить выдержку и диафрагму, и выдает нам уже готовое решение. Но мы в принудительном порядке можем это решение менять, если будем менять значение экспозиции. Поэтому при съемке вот таких неравнозначно освещенных объектов нужно делать несколько снимков, и потом из них выбирать наиболее удачный. Потому что часто глядя на экран телефона, не всегда понятно, какое из изображений будет наиболее эффект. А в следующем уроке мы поговорим об ISO или ISO.